Доброе утро, дорогие друзья! Я всегда люблю в пятничное утро начинать с таким прям невероятным позитивом. Мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам только что в студии нашего утра. Сегодня для вас работают Екатерина Рожкова и Влада Сдетонисов. Надеемся, настроение у вас хорошее и вчерашний снег вам его не испортил. Но если все-таки оно уже чуть-чуть подпорчено, не огорчайтесь. Смотрите, нашу программу мы обещаем сделать ваше утро немножко бодрее и веселее. Будем стараться всеми силами. И начнем, как всегда, с интересных новостей. 15 марта будет отмечаться Всемирный день прав потребителей. Управление Роспотребнадзора по Амурской области информирует, что с 13 по 24 марта состоится горячая линия, приуроченная к этому дню. В рамках ее проведения мурчане смогут получить консультации по вопросам энергосбережения в сфере жилищно-коммунальных услуг, здорового рациона питания, органической продукции, экологически чистой потребительской упаковки. В общем, консультации можно получить по телефону Управления Роспотребнадзора по Амурской области, телефон 20-20-20. Да, узнавайте все, что вы хотели, но боялись спросить. В этот день можно все. Можно не бояться. Ну что, мы продолжаем, и вот что вы узнаете из сегодняшней программы. Конкурс на лучшую кошку в 2013-м и выставка детской одежды советских времен в 2018-м. Какие еще события обсуждали амурчане, узнаем в рубрике «Им день в истории». Кем хотят быть амурские женщины и мужчины? И какую зарплату готовы получать? Информацию проанализировали сотрудники крупнейшей компании по поиску работы. Красота спасет мир, в нашем случае фестиваль цветов, который будет проводиться в Благовещенске во второй раз. Кто в нем сможет принять участие, расскажет начальник управления культуры администрации Благовещенска. Изобретательность и фантазия помогут найти выход из непростых ситуаций. Это уже прогнозы астрологов, гороскоп не пропустите. После звездных предсказаний в студии нашего утра появится спортсмен Сергей Морозов. Он занял третье место в международных соревнованиях по лыжным гонкам, которые прошли в Златоусте. В завершении программы ТОП-5 молчаливых пород собак. А теперь, друзья, как всегда, прервемся буквально на 10 минут, дабы ознакомиться с основными событиями Амурской области. Новости в нашем эфире. Доброе утро, дорогие друзья. В студии нашего утра по-прежнему для вас работают Екатерина Рожкова и Влада Сдедонис. Тем более, сегодня день пятница, а насыщен он интересными событиями. Вот есть неофициальный, с вашего позволения, я начну. Пожалуйста. Неофициальный профессиональный праздник работников архивов, учрежденный решением коллегии Федеральной архивной службы. А есть у нас и такая. Вообще, наша страна и архивы, это, знаете, как синонимы, потому что я не представляю, сколько архивов в нашей стране хранится. Некоторые уже давно перешли на электронный формат, но все-таки, давайте не будем забывать, что мы привыкли вот эти вот доставать папочки, тома, да, и искать какую-то информацию. Поэтому всех людей, связанных с архивным делом, мы поздравляем с этим праздником. Тем более, в этот день Петром Первым был подписан, Первый в России государственный акт, генеральный регламент или устав. У нас есть такие люди, называются они родоведы, и вот для них архивы это очень важно, потому что именно по ним, да, они имеют возможность найти информацию о ваших родственниках, да, если к ним обратиться с тем, чтобы помочь вам составить родословную, в общем, архивы для них это прям незаменимый помощник. Поэтому им, кстати, огромное спасибо за эту деятельность, которую они делают, поэтому, друзья, мы вас поздравляем с этим профессиональным, хоть и неофициальным праздником. Идем дальше, да? Поехали. 459 лет назад в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол». Книга создавалась в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как первые русские... Первопечатники. Первопечатники, да. Выбор в этой книге, да, для первого издания был не случайен. «Апостол» в Древней Руси использовался как и благослужебная книга, и для обучения духовенства. Слушайте, ну вообще, на самом деле, почти 460 лет, это уже, представляешь, это пятая сотня лет, когда была издана первая книга. Ну а вообще, писания, они же существовали еще и до нас, до нашей эры. Поэтому вообще для нашей страны вот такая дата, она очень солидна. И, друзья мои, всех, кто относится к книгопечатанию, мы вас поздравляем, потому что это ваш праздник в том числе. А сейчас к нашему празднику, как педагог географии, не могу не поздравить всех, потому что 313 лет назад издан первый печатный учебник по географии на русском языке. Вот, собственно, так. Столько лет ему уже, да? Да. Вообще география же одна из самых старейших наук. Мне когда говорили, что она чуть ли не первая была, потому что когда создавалась... Карты же всегда писались, вспомнили там Меркатора того же, да, и сейчас находят такие карты, на которых изображено не совсем правильное по нашему пониманию, да, как вот все это изображено, да, как правильно располагались материки. Но некоторые ссылаются на то, что вот эти первые карты, они более точные, чем нынешние. Говоря про древность, да, этой науки, вот в нашей информационной справочке есть информация, что появилась она еще задолго до нашей эры. Да. Действительно, это очень древнее учение география. Я сдавала географию, будучи студенткой в одиннадцатом классе. А, в одиннадцатом. Я собиралась поступать на, естественно, географический факультет, но филология все-таки победила. Взяла вверх, да. Ну, хорошо, тогда, друзья мои географы, вас с праздником. Побежали по неофициальным. День облачных слонов. Не знаю, как его отметить. А я даже не представляю. Хотя, знаешь, я вспоминаю то время, когда я еще был не совсем взрослый. Я часто смотрел на небеса и представлял, знаешь, вот эти вот... Рассматривал. Да, что представляет собой вот это облако. И частенько, да, это были слоники. То есть предлагаешь сегодня выйти на улицу, посмотреть облака. Облака есть, смотрите. Международный день парика. Та-дам! Да-да, давайте, давайте, накидывайте, накидывайте эти шуточки. Я уже слышу их в эфире. Но на самом деле мне парики вообще не идут. Ты мерил? Я мерил много раз. Ну, знаешь, у меня сразу как-то лицо... Оно и так круглое, а становится вообще таким вот колобочком. Поэтому кому идут парики, пользуйтесь почему-то. Тебе идут? Примерила, да. Особенно красный. О-о-о! Прикольненько. Смотри, есть еще Международный день крутизны. Ну, это вообще наш праздник, почему бы и нет. И причинно-следственных связей. Ну, здесь уже прям вообще все понятно, да. Поэтому, друзья мои, выбирайте любой праздник на свое усмотрение. И сразу же, не отходя от кассы, давайте узнаем, какие интересные события происходили в нашей области в этот день. Рубрика «День в истории». В 2013-м амурские спасатели искали зейских рыбаков, которые потеряли дорогу домой из-за снега. Мужчины отправились на рыбалку в район устья реки Темны на автомобиле УАЗ и обещали вернуться домой 7 марта. Однако, в назначенный срок домой не пришли. Родственники обратились в полицию и МЧС. Спасателей рыбаков нашли. Оба мужчины были живы и здоровы. Около 50 элитных кошек боролись за звание «Лучшее» в 2013-м. Животных осматривали по европейским стандартам. Владельцам усатых и хвостатых назвали достоинства и недостатки котов. Победителем конкурса стал бобтейл Афанасий из Хабаровска. Дальневосточный зверь принес своим хозяевам нетбук. Кроме того, для победителя установили трон с короной и подготовили мантию из горностая. В 2015-м Олег Кожемяка принял решение снизить себе зарплату на 10%. До сокращения он получал 160 тысяч рублей. На 10% уменьшились и оклады других чиновников, работающих в правительстве Преамурья. Таким образом, в Преамурье продолжили оптимизацию расходов. К тому же в правительстве области и подведомственных ему учреждениях сократили 37 штатных единиц. Между тем, по данным сайта primamedia.ru, зарплата губернатора Амурской области была самой низкой на Дальнем Востоке. Выставка детской одежды советских времен открылась в Амурском областном краеведческом музее в 2018-м. Так в Благовещенске стартовала неделя детской моды. Посетители увидели не только вещи, которые носили малыши в прошлом веке, но и познакомились с современными модными тенденциями. На выставке было представлено почти 2000 экспонатов. Среди них и эскизы одежды для малышей, которые выполнили студенты кафедры дизайна АМГУ с 1996 по 2015 годы. Комплекс детской одежды сшитой на Благовещенской швейной фабрике в 1970-1980 годах. В 2018-м в Тынде провели конкурс красоты среди работниц железной дороги. На титул красы профсоюза претендовали шесть участниц. На первом этапе конкурса девушкам нужно было рассказать о себе и своей профессии. На втором изобразить цветок, отражающий внутренний мир. Конкурсантки выбрали пион, ромашку, лилию, василек, орхидею и розу. Победительницей стала Вероника Садыкова. Она работала на путевой машинной станции. В 2019-м бани областного центра присоединились к празднованию Масленицы. Всех посетителей угощали блинами и сладостями. В одном из комплексов не только раздавали лакомства, но и предлагали избавиться от всего плохого. Любой желающий мог написать записку и перечислить с ней свои неудачи. Вместе с чучелом зимы обещали сжечь и весь негатив. Вот сейчас будет очень интересная информация, поскольку в Амурской области зарплатное ожидание женщин на 30 тысяч рублей ниже, чем у мужчин. Ты знала об этом? Вот интересно. Хотя мне кажется, у женщин больше расходов, хотя бы для их личной нужды. А почему-то зарплатное ожидание меньше. Странно. Очень странно, как по мне. Вообще, одна из крупнейших платформ России по поиску работы и сотрудников проанализировала женское резюме и выяснила, какую работу они ищут чаще всего, а также насколько поведение женщин на рынке труда отличается от поведения мужчин. И оказалось, что чаще всего женщины нашего региона хотят быть менеджерами по продажам, продавцами и администраторами. Интересно. Тут я удивилась, правда. А вот реже всего женщины рассматривают вакансии зоотехников. Ну, понятно, потому что мы реже с техникой дружим, монтажников, естественно, и тем более дворников. Да. Какие же еще отличия встречаются в поведении женщин и мужчин на рынке труда? Сейчас и расскажем. Самая популярная профессия среди женщин Амурской области – это менеджер по продажам, а среди мужчин – водитель. Средняя зарплата, которую женщины из Амурской области указывают в своих резюме – 45 тысяч рублей. Мужчины в среднем рассчитывают на 75 тысяч. 74% женщин считают, что их работодателю следует развивать программу заботы об эмоциональном здоровье сотрудников. Среди мужчин такого мнения придерживаются только 60%. Женщины лишь на 5% реже мужчин называют работу и карьеру своим ключевым приоритетом на 2023 год. 66% против 71%. Планируя сменить профессию, женщины чаще всего рассматривают в качестве новой сферы деятельности IT, интернет, телеком – 18%. Административный персонал – 9% и искусство развлечения, масс-медиа – 7%. Мужчины совпадают только по первому пункту. Им интересны сферы IT, интернет, телеком – 33%. Высший менеджмент – 6% и транспорт, логистика – 5%. Женщины более активны при поиске работы. Среди них 53% предпочитают не ждать и откликаться на вакансии самостоятельно. Среди мужчин так себя ведут только 43%. Больше половины женщин, 51%, видят смысл работы в самореализации. А вот среди мужчин таких оказалось лишь 40%. Впрочем, и у мужчин, и у женщин на первом месте все равно находятся деньги. 78% и 79% соответственно. И мужчины, и женщины в равной степени страдают от профессиональной деформации. Однако проявляется она по-разному. Так мужчины чаще становятся более циничными – 38%, а у женщин развивается сверхсильное чувство ответственности – 36%. Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками – 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше 8 часов в день, и на 8% чаще работают выходные. Надо сказать, что я, честно сказать, люблю снег. Вот люблю. Но не люблю, когда он выпадает неожиданно, мокрый. Много его. Много. Поэтому мне очень сложно было вчера очищать свою машину. Поэтому я просто был в шоке. Но, друзья мои, в силу того, что к нам наведалось целое семейство циклонов, такой прям скопом налетели, будем ожидать, что сегодня погода будет примерно такая же. То есть я поняла, что зря убрала далеко в шкаф свою зимнюю одежду, можно обратно ее доставать? Доставай, не помешает. Я тебе честно скажу, в нашей погоде нужно быть готовым ко всему. А специально для вас, пока вы еще не убежали на работу и не знаете, что надеть, шубу, куртку или все сразу, вот вам, пожалуйста, прогноз погоды. В столице во второй раз пройдет фестиваль цветов «Город в цвете». Прием заявок завершится 20 марта. И принять участие в конкурсе цветочного мастерства могут организации, индивидуальные предприниматели и обычные горожане. Какие номинации предусмотрены и когда нужно оформлять дворовые клумбы и городские газоны, нам расскажет начальник управления культуры администрации Благовещенск, Валентина Мишенко. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады, конечно, всех приветствовать. Мы тоже вам рады. И я когда задумался, что уже прошел год с прошлой нашей встречи, когда мы обсуждали этот конкурс, действительно так быстро время летит. Ну как, собственно, в этом году-то обстоят дела? Ну, за окном марта, значит, уже действительно должны на наших подоконниках быть первые всходы, и посадочный материал уже должен готовиться к тому, чтобы клумбы летом у нас были красочными. До 20 марта в администрации города мы принимаем заявки. Мы сохранили опыт прошлого года и решили в номинациях оставить одну большую общественную территорию. Это территория многофункционального центра вдоль улицы 50 лет октября от Ленина до Зейской. Мы к дню города планируем оформить. Это будет первый этап конкурса. Ну, а большая часть конкурсантов и заявок, это, конечно, касается территории наших придомовых, это наших коммерческих и предприятий, организаций города, а также организаций социальной сферы и школы, детские сады, учреждения культуры. Активно подключается. На сегодняшний момент пока порядка 20 заявок. Но, учитывая опыт прошлого года, нас было более 160 участников. Вот, я хотел сказать, что в прошлом году было же действительно много участников. И призовой фонд администрация города сохранила. Это инициатива мэра города Олега ГГТУ, Чайма Меева, чтобы поддержать именно народную волну и энтузиазм, чтобы жители города, горожане были вовлечены в процесс создания комфортной городской среды. И денежные премии призерам от 10 до 80 тысяч рублей будут вручаться в финале нашего фестиваля уже в августе этого года. Ну, это великолепно. Какие композиции они будут создавать, участники? Потому что я просто вспомнил прошлое, да, вот у нас сейчас есть такая возможность посмотреть на экран, но это было просто шедеврально. Это было великолепно. Мы не ограничиваем фантазию. Мы знаем, что этот год объявлен годом педагогам и наставничества. Возможно, какие-то креативные идеи, связанные с этими смыслами, найдут отражение в цветочных композициях, в клумбах, которые горожане готовят. Но вот на сегодняшний момент у нас самая массовая, конечно, заявочная кампания. Именно на дворовых территориях активно откликаются жители многоквартирных домов. Собственники частных подворьев, где есть красивые клумбы, придомовые территории. Поэтому я думаю, что тут есть где разгуляться фантазии и придумать можно много интересного. Но, кстати, вот в рамках фестиваля будут организованы обучающие площадки, да? И для чего, собственно, они и кого вы ждете на этих площадках? Ну, учитывая опыт прошлого года, были, конечно, какие-то недочеты и пока непонимание, может быть, участия участников, как правильно организовать посадку клумбы, как выбрать рассаду, как ее лучше посадить, какие растения между собой гармонируют, как ухаживать вообще за растениями. Именно поэтому мы решили в этом году работать в сотрудничестве с Аграрным университетом. И специалисты, которые ранее, в прошлом году работали у нас в составе жюри, откликнулись к нам именно и администрация Аграрного университета. И специалисты кафедры лесного дела и ландшафтной архитектуры проводят уже буквально с завтрашнего дня такие обучающие семинары совершенно бесплатно для всех желающих. Можно на сайте Управления культуры администрации города найти афишу через Куарт-корт, зарегистрироваться и пройти обучающий такой курс бесплатно совершенно, получить дополнительные знания о том, как вашу клумбу сделать самой красивой, нарядной и жизнеспособной, чтобы она сохранилась в течение всего летнего сезона и радовала горожан. Как думаете, почему такая цветочная тема находит отклик у амурчан? Ну, я думаю, что мы уже зазрели для того, что не кто-то должен к нам прийти и сделать эту красоту возле нас, а все-таки то, что сделано своими руками, это больше ценится, бережется. И, наверное, это общие тенденции, скажем так, развития сферы благоустройства, не только в городе Благовещенске, а вообще по России. И такие подобные фестивали проводятся не только в городе, допустим, и в центральной части России. Поэтому я думаю, что это хорошее начинание, которое может стать вот такой доброй традицией и для города Благовещенске. Ну, а я, знаете, о чем подумал, что некогда я задумывался, есть ли у нас действительно специалисты, способные вот как раз-таки к ландшафтному дизайну, вот организовать такую интересную, очень трудную на самом деле работу. И, как оказалось, их есть у нас? Есть энтузиасты, скажем так, самодеятельные, и есть профессиональные организации, которые этим занимаются. Вот помимо этого у нас есть муниципальное предприятие, городской сервисно-торговый комплекс, у которых есть подразделение зеленого хозяйства, которое как бы и, в принципе, занимается украшением нашего города, и красотой это ударит нам в течение летнего сезона. Поэтому есть специалисты, которые готовы нас поддержать, проконсультировать и поучаствовать, конечно, тоже в конкурсной программе. А я бы, знаете, о чем хотел попросить наших телезрителей, наших друзей. Вот когда вы увидите эту красоту, я знаю, что есть просто такие люди, которые послушают нас, но сделают по-своему. Я вас умоляю, не прикасайтесь, не портите эту красоту. Ну, есть вандальные такие вот товарищи. Да, прошу вас, ну, постарайтесь пройти мимо, хотя бы просто сфотографируйте, но не касайтесь этой красоты, потому что невероятное количество усилий, труда вложено в создание такой красоты. Да, я думаю, что и всем, кто будет смотреть на это, действительно, самим будет просто очень приятно посмотреть. А в последующем будут другие площадки выбираться? Потому что второй год уже возле многофункционного центра. Есть инициативы и предложения расширить нашу географию еще и на набережную, и на другие общественные территории внутри городских кварталов. Поэтому, если будут такие инициативы и предложения, мы готовы их рассмотреть уже сейчас. А у меня есть предложения. А давайте будем расширять не до набережной, а на область. Согласна. Почему бы нет? Потому что фестиваль просто великолепный. Я думаю, что да. А не было таких еще предложений с других городов? Пока обращений не было, но если кто-то захочет приехать в город Благовещенск и свою авторскую клумбу подарить жителям города, мы будем рады принять такой подарок и на равных условиях участвовать в конкурсе. Значит так, смотрите, внимание, города Амурской области, да что там, господи, всей России, поприсоединяйтесь к нашему фестивалю, это невероятно красиво. Поверьте, как только в вашем городе будут начинания вот такого плана, город станет ярче, красивее и краше. Просто будет великолепен. Ну вот посмотрите, ну как этим не любоваться? Я хочу заметить, что вот как раз участники фестиваля прошлого года, вот вы видите на экране работу Дмитрия Белявского, уже сейчас звонят, интересуются, уже есть новые креативные идеи, совершенно необычные, интересные, не схожие с тем, что было в прошлом году. Поэтому и тут задел те призовые средства, которые были получены в прошлом году, использованы по назначению на дальнейшее развитие. На как раз таки на создание нового. Да, закуплен расходный материал, семена, для того, чтобы уже в этом году выдать новую программу. Но зачастую, надо сказать, что вот того количества материалов, которые они используют на деньги, которые, собственно, победителям вручили, это же бывает такое, что вот не хватает, и они добавляют свои, потому что там полет фантазии невероятен. А мы можем открыть завесу тайн хотя бы что-нибудь чуть-чуть, вот что уже показывали вам? Ну, есть идеи, связанные с нашими амурозаврами. И вот в прошлом году в рамках фестиваля мы же еще приглашали ландшафтного дизайнера из Новосибирска, который красивый арт-объект в стиле ленд-арт создал у нас на территории сквера правительства, вот этот амурозавр интересный. И вот есть у наших амурских художников идея продолжить эту тему и к этому амурозавру добавить либо детей, либо там, скажем, кладку яиц, которые бы в гнездо свели. Класс. Почему нет? Поэтому есть такие фантазии. Ему кого-то не хватает, мне кажется. Я думаю, что найдутся еще. Спасибо, Антония Петровна. Спасибо большое. Мы напомним, друзья мои, что прием заявок завершится 20 марта. Поспешите. Ну и, конечно, как всегда, прервемся буквально на 10 минут, дабы ознакомиться с основными событиями Музской области. Новости в нашем эфире. И вновь говорим вам доброе утро, друзья. Хорошо, что вы остались с нами. Продолжайте встречать это утро вместе с Екатериной Рожковой и Владом Дедунисом. Ну, а мы донесем до вас полезную информацию в виде гороскопа. Астрологи говорят, что сегодня незначительные неудачи могут оказаться достаточно серьезными, а мелкие преграды, наоборот, непреодолимыми. Старайтесь больше времени проводить с теми, кто смотрит на мир оптимистично. А вообще, друзья, чтобы достичь успехов в работе, вам придется погрузиться в нее с головой. В пятницу нельзя такое людям говорить. В общем, хорошо заниматься делами, требующими творческого подхода. Изобретательность и фантазия помогают находить выход из непростых ситуаций и быстро принимать верные решения. Вот зато, да. Да, давай про вечер. Вот вечер, это наше все. Обещает быть очень романтичным, да, и подходит для дружеских встреч, посиделок с друзьями. Обязательно нужно, чтобы расслабиться после такого насыщенного рабочего дня. Как же без этого. Ну, а вообще, более подробный прогноз вы узнаете прямо сейчас. Овны. Идеальный день для тех, кто хочет потрудиться на перспективу. Тельцы. Сегодня у вас откроются новые грани во взаимоотношениях с коллегами. Работать не только интересно, но и выгодно. Близнецы. Вам необходимо подготовить почву для дальнейшего сотрудничества. Если хочется остаться на плаву, то доверяйте партнерам. Раки. Если не сможете контролировать настроение, то без конфликтов не проживете. Львы. Звезды обещают день волнений и нервных стрессов. Никому ничего не доверяйте, если вопрос коснется документов. Девы. Сегодня важно не хвататься за все сразу, иначе проблем будет еще больше. Весы. Если вы решите выполнить все задуманное за несколько часов, то преуспеете в таких начинаниях. Скорпионы. Сегодня нужно поступать по совести, а не так, как хочется. Этот день вас изменит как личность. Стрельцы. Сегодня вы решите разом исправить свое материальное положение. Козероги. Если вы захотите чего-то добиться, то это будет больше интеллектуальная работа, которая поможет проявить таланты лидера. Водолей. Быстро решаются бытовые вопросы, без капиталовложений и лишних разговоров. Рыбы. Вам нужно начать борьбу с вредными привычками, особенно если уже заметны проблемы, как результат негативных поступков. В Златоусте прошли международные соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей. В них же участвовал и житель Благовещенской Сергей Морозов. Он занял третье место. И сегодня Сергей Митрофанович в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, смотрите. Мы вас поздравляем. Да, мы вас поздравляем. Спасибо. С этой победой. Потому что третье место – это всегда, знаете, такой с золотым отблеском медаль. Я всегда ее так называю. Но я так понимаю, что это же ваши не первые такие соревнования, такого масштаба. Да, это не первые, потому что я участвовал уже на чемпионате мира в городе Сыктывкар. Там было… Вы участвовали 22 страны из 22 стран. Ого. Было участников очень много на стадионе имени Сметаниной. Сметаниной, Рейса Сметаниной. Когда-то я даже на одних сборах Кулакова и Сметанина тренировался даже… Вместе с ними? Да, вместе с ними. А вы входили в состав сборной? Нет, нет. Просто участвовали. А, просто участвовали? Да. Просто совпало, что они приехали, тренировались, и, естественно, нужно было посмотреть, как они тренируются. Ну, правильно, посмотреть за такими величинами – это не грех. Да, со сборной страны СССР, то есть, поэтому опыт тоже нужен. И вот я уже не первый раз в Сыктывкаре был, летом участвовал в соревнованиях летних, и вот участвовал на этих соревнованиях. Ну, там, естественно, участников очень было много, и я где-то занял десятое место. А здесь такой солидный результат, третье место на международных соревнованиях. Да, третье место, но многое зависит от того, что от инвентаря зависит. Конечно. Вот, например, вы бежите, тренируетесь и показываете результаты, там, в легкотетических соревнованиях, например, и готовы так же, так же тренируетесь, так же готовы. Но, выходя на старт, вы проиграете, если у вас лыжи катят хуже. Ну, вы видели первенство России сейчас, где Большунов у нас укатывался, так же и Днепряево укатывались. Они, прежде чем лыжи покупать, например, ну, у них, им выдают, они из ста выбирают одну пару. Потому что эта пара, она катит лучше? Она катит лучше. Они обкатывают, обкатывают, смотрят. И поэтому, если покупать вот так вот лыжи, ну, неизвестно, какие лыжи. А у вас какие лыжи? Как вы выбирали, да? Я не выбираю, потому что у меня нет такого выбора. Просто купил, например, лыжи. Хорошие. Какие попадут? А, все понятно. Ну, в этот раз, конечно, я просто купил лыжи в этом году, в 22-м году. Купил, а они попали как раз. Смотрите, это же не просто везение, Сергей Аминько Франкович. Да, это же все-таки плюс опыт, плюс техника. Да, я занимаюсь в неделю пять раз. Почти каждый день. Да, пять раз в неделю у меня получаются тренировки. И из опыта того, что с кем я бегаю, они все и так занимаются. Если человек не будет так заниматься, тем более в возрасте, он утеряет свои физические возможности. Я вам скажу честно, и не человек в возрасте теряет сразу свои физические способности. Естественно, я вот когда вот я занимаюсь, то я и этот, чувствую себя молодым лет двадцать вот так. Прекрасно. Вот. Поэтому, если я месяц не буду заниматься, я сразу лет на двадцать уйду обратно. А этого нельзя допустить. Нельзя останавливаться. Сергей Аминько Франкович, скажите, пожалуйста, вот понятное дело, вы уже участвовали на чемпионате мира и на чемпионате России. Да. А вот эти международные соревнования. Что дальше? Я так понимаю, что третье место, это как раз таки вот запал на то, чтобы идти еще дальше, еще вперед. У меня стремление быть в лидерах. Я всю жизнь не только пытался, а побеждал и по легкой атлетике, ОФП первые места занимал, и в погранвойсках, когда я служил в одиннадцать лет, я на Дальневосточном пограничном округе выигрывал. Или по легкой атлетике, и по лыжным гонкам. И поэтому у меня уже склад характера только на победу. Ну, это правильно. Только на победу. Потому что и плохо тот спортсмен, который не мечтает всегда быть первым. И я уже, вот выходя на старт, я не волнуюсь, так как вот неопытные, молодые, начинают волноваться. Я уже стратегически, уже с самого старта, я уже бегу, как бы... Как будто уже победил. Я бегу и спокойно делаю свою работу. Ну, это правильно. Расскажите, пожалуйста, про дистанцию, которую вы преодолели. Насколько она сложная может быть? Значит, приехав в Златоуст, мы сразу поняли, что такие дистанции... Я еще не бегал. Очень сложные. Хотя там биатлонный комплекс, но биатлонный комплекс это... Олимпийской чемпионки, и Шмуратовой. Он до конца еще не доработан. Там стрельбища, где стрельбища, они сейчас еще уже задевать начали бетонную. Поэтому, пройдя за два дня, я приехал в Златоуст на станции в городе Екатеринбурге, на южной станции автобусной. Вижу, стоит человек с лыжами. Я подхожу к нему, он на меня смотрит, говорит, а мы ранее не встречались. Он говорит, Златоуст, Златоуст, ну мы уже двое. Нашли компанию. Да, оказался он с Усть-Кута, Иркутской области. И в итоге мы... А как туда проехать? Как и куда? Я говорю, уже на двоих я зарезервировал, забронировал профилакторий. Там недалеко, где-то километр от стадиона. Но у нас дехнич, Анатолий Иванович, он сломал ногу. Должен был ехать, ему 82 года. И он за полторы недели до этого упал просто и сломал голень. И дома лежит сейчас гипси. Я говорю, на два человека у нас, у меня забронировано, приехали. Все, они говорят, а, Морозов есть, а вас нету. Я говорю, я заказал два номера. И все. И оказались мы в одном номере. И познакомились. Он уже, оказывается, участвовал в Америку, ездил на чемпионат мира. В Италию два раза. В Австрии и еще в какой-то стране, он сказал, участвовал. Бывало, он уже. Ну да. Да. Туда приезжали. А, по дистанции. Пройдя вот этот первый день, прокатились, там такие подъемы. Если над уровнем моря 300 метров, Златуус находится, то дистанция идет все выше, 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 400, 410 метров. То есть поднимается. И на круг 3 километра 370, 750 метров. 3 километра 750 метров. Два круга, 7,5 километров классическим стилем. Ну, на этом кругу 6 подъемов различной величины от 500 метров и выше. И я так иду, хорошо подмазал все это. Иду спокойно, так легко себя чувствую. А товарищ мой, который этот, я же не знал, что он это, потом уже рассказал. Я говорю, что ты копаешься тут? Не идешь. Я говорю, плохо подмазался, что ли? Да нет, что ты это. Здоровья нету. Я говорю, наверное, что-то темнишь. Ну и это, он говорит, домой пришли, когда уже покатались. Он говорит, чувствую, ты выиграешь. Я говорю, да нет, я просто чувствую себя легко, свободно. Сергей Митрофанович, а по итогу он какое место занял? Он занял первое место. Ах вот, вот к чему он планировал. Темнил, темнил. Я говорю, что-то темниешь. На самом деле, можно разговаривать об этих соревнованиях очень долго. К сожалению, наш хранометр не позволяет этого. Мы вас поздравляем с этой замечательной победой. Желаем вам в следующих соревнованиях уже вот этого темного обойти. Приехать к нам с первым местом. И мы вас поздравим. Вот такой вот проначивый. Я вам об этом сказал. Так и будет, Сергей Митрофанович. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. И наше поздравление. Спасибо. Ты знаешь, что пугает начинающих собаководов больше всего? Вот факт, что собака может громко и постоянно лаять. Причем это не только начинающих собаководов, но и людей, которые без собаки живут. Соседи, например. Есть любвеобильные и общительные собаки, которые при любой удобной возможности общаются таким образом с хозяином. Безусловно, такое поведение нужно корректировать с помощью дрессировки. Но существуют, оказывается, те породы собак, которые меньше других предрасположены к лаю. То есть некоторые вообще не лают. Да, те люди, которые опасаются, что собака будет бесконечно лаять и опасаются гнева соседей, может быть. Вот эта рубрика для вас. Посмотрите, присмотритесь будущим питомцам. И какие собаки вообще не лают. Давайте узнаем топ-5 самых нелающих собак. Топ-5 пород собак, которые лают меньше всего. Басенджи. Эта порода известна тем, что ее представители практически не лают. Животные общаются между собой с людьми, используя урчание, вздохи, фырканье и звуки, напоминающие сдавленный смех или тихое ворчание. Представители породы очень активны. У них сильно выражен охотничий инстинкт, поэтому нужно рассчитывать свои силы, прежде чем завести такого питомца. На улице они энергичны и готовы к активным действиям. Дома, напротив, ведут себя очень скромно и тихо. Дирхаунд. Шотландская оленя-борзая. Это очень нежный, спокойный пес. Животные этой породы благородные и не проявляют агрессии к человеку. Умная, спокойная, терпеливая собака, которая любит детей и не будет лаять по любому поводу. Однако Дирхаунд обладает сильным охотничьим инстинктом. Отсюда двойственность его характера. Спокойный дома и охотник в лесу и на улице. Животные этой породы хорошо поддаются дрессировке. Такой питомец будет отличным компаньоном. Русская псовая-борзая. Замечательный охотник и друг. Это относительно спокойные и абсолютно неагрессивные животные, которых сложно спровоцировать на лай. Нужно учитывать, что этим животным необходимо давать выпускать пар на прогулках, не забывая об охотничьих инстинктах. Важно много гулять и тренироваться с питомцем. Солюки. Эти элегантные животные были выведены для участия в собачьих бегах и безружейной охоты на мелкую дичь. Молчаливая и независимая порода, которая подойдет тем, кто не хочет, чтобы собака будила лаем ежеминутными требованиями ласки и внимания. Представители этой породы предпочитают находиться в тишине и уединении, прерывая их только желанием погоняться за дичью. Грейхаунд. Представители этой породы, одни из самых быстрых в мире, были выведены для охоты на полевую дичь. Этот добродушный и одновременно азартный охотник редко потревожит хозяина своим лаем. Собаки этой породы могут проявить терпение и деликатность там, где требуется. Но нужно учитывать тот факт, что степеняются такие животные только к сознательному возрасту. Собаки одинаково любят поваляться на любимой лежанке и показать всем свои охотничьи и атлетические навыки на улице. Важно понимать, что даже если вы остановили свой выбор на питомца, который менее всего предрасположен к лаю, это совершенно не значит, что вы раз и навсегда о нем забудете. Характер и манеры поведения собаки зависят от воспитания и внимания, которое уделяет хозяин. Только от вас будет зависеть, каким вырастет ваш питомец. Неугомонным непоседой, лающим без повода или воспитанным умницей. Ну вот так, собственно, мы поняли, что чем меньше собака, тем больше лает. Ну это шучу, это наше предположение. Вообще любая собака, она сама собой хороша, главное ее дрессировать. Ну а мы, как надрессированные ведущие, в эту пятницу желаем по-прежнему всем отличного настроения. Для вас сегодня работали Екатерина Рожкова и Влада Сдедонис. Пусть ваши выходные пройдут замечательно, продуктивно и подготовят вас к будущей рабочей неделе. А мы убегаем. До свидульки. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин